Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги притчи «Праведность и нечестие», как всегда, в книге притчи читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну и появляется иногда тема отцовских наставлений, она была очень важной в первой части, первых девяти главах книги, но иногда появляется и в последующем. 14. Мудрость сына от отцовских наставлений, а наглец упреков не услышит. То есть отцовские наставления, они в том числе и упреки в себе содержат, да, и вот наглец, он будет их отвергать из чувства гордости, ложнопонятого собственного достоинства. 15. Человек вкусит добрый плод своих речей, а коварные живут насилием. Вот стих, который распадается на, казалось бы, две несвязанные половины. Человек вкусит добрый плод своих речей, это все понятно, а коварные-то почему? А вот могли бы речи-то свои как-то построить по-другому, но они даже говорить не хотят, они насилием пытаются отобрать у окружающих то, что им нужно. 15. Кто свои уста стережет, жизнь сбережет, а кто не сдержан на язык, себя погубит. 16. Молчание золота русская поговорка практически о том же. 16. Лентяй все ждет, да не дождется, зато прилежные насытятся. 17. Противопоставление лени и прилежания здесь очень часто. И у лентяя должны быть какие-то причины. А вот он все ждет, вот подходящий момент. 17. Знаете, я всю жизнь слышу, ой, сейчас не время, вот как-нибудь потом. 18. Книга притчи говорит, лентяй все ждет, да не дождется. 19. Ненавидит праведник любую ложь, а нечестивец осрамится, опозорится. 19. Снова не совсем вроде бы парное, но смысл понятен. 20. Нечестивец человек, который с ложью сосуществует, более того, живет с ней в некоторой внутренней своей гармонии. 21. И вот это приводит его к позору. 22. Праведность увидит напрямую дорогу, а нечестие грешника с пути собьет. 22. Ну да, банальность, зато следующее интересно. 23. Один, ничего не имея, притворится богачом, а другой при богатстве немалым бедняком. 23. И не дается никакой оценки, что редко для книги она обычно делит все на черное и белое. 24. То есть не терапись, вот черное-белое, черное-белое, не терапись с выводами. 25. Бывает так, что богач выглядит бедняком, а бедняк – богачом. 26. Не думай, что ты как вот увидел первое впечатление, все описывает. 26. Но про богатство здесь тоже довольно много есть, и про бедность. 26. Богатство сохранит человеку жизнь, зато бедный упрек и не услышит. 27. Какая прекрасная пара, да? 27. Понятно, что богатый человек может себе позволить хорошую медицину. 28. Ну, в древности медицины было крайне мало, но все же какие-то были лекарства. 29. Безопасность может купить, охрану себе, дом построить какой-то. 29. Да, деньги могут спасти жизнь человеку. Не всегда, но могут. 29. А вот бедные упрека не услышат. 29. Богатые будут слышать постоянно. 30. Даже не сказано справедливого упрека или каких-то проклятий тех, кого он угнетает. 30. Вот вообще люди будут постоянно говорить о богаче, что он плохой. 31. Свет праведных радостно горит, а светильник нечестиво гаснет. 31. Еще одна постоянная черта праведника в книге притча – это радость. 31. Вот унылый постник такой, который на лбу у себя написал кошмар и ужас, совершенно не ее герой. 31. Это человек, которому радостно жить. 31. Он счастлив. Его счастье – это его праведность. 32. От надменности только ссоры, а где совет, там и мудрость. 33. Вот достаточно часто книга притчи говорит о том, что надо советоваться, нужно слушать упреки. 34. То есть мнения, которые неприятны. 35. Не сказано следовать любому совету. 36. Не сказано принимать любую упреку, ходить вечно извиняться, но выслушивать. 36. Шальное богатство рассеется, а по крупице собранное приумножится. 36. Ну, в лотерею человек выиграл или наследство получил, он этого не ценит. 37. Если он собирал, откладывал, конечно, он будет и дальше это сберегать и постарается приумножить. 37. Не сбывшаяся надежда – боль сердца, а исполненное желание – древо жизни. 38. Вот как красиво сказано. 39. То есть мы все чего-то хотим, на что-то надеемся. 39. И сбудется, не сбудется. 40. Вот это нас наполняет страданием или, наоборот, радостью и жизнью, в конце концов. 41. Кто сказанным пренебрежет, себя погубит, а кто почитает заповедь, получит награду. 41. Сказанное здесь, видимо, не вообще кем-то сказанное, но сказано имеется в виду в Писании или вот некоторые изречения. 41. Учение мудреца – источник жизни. 42. Оно сберегает от сетей смерти. 42. Вот не сказано, что это именно Священное Писание, там и сей закон, но вообще это вот то, что помогает жить, да, а не просто какие-то красивые слова. 42. Здравый разум одаряет милостью, а путь коварства ведет к погибелям. 43. Довольно ясная мысль, да, здесь можно не уточнять уже. 44. Проницательный действует с умом, а глупец свою дурь выказывает. 44. Вот смотрите, проницательный подумал и направил свою проницательность в действие, а глупец во внешний эффект, да, ему главное поблистать, воссиять, и вот тем самым он, собственно, и выказывает, что у него ничего кроме дури нету. 44. Дурному вестнику не сдобровать, а верный гонец несет исцеление. 45. Ну, это такой обычай, что вестников наказывали или награждали в зависимости от вести, хотя человек невиновенный, наоборот, лично не обладает достоинством, чтобы его награждать за то, что он всего лишь весть передал, но как бы на нем вымещали свои чувства. 45. Один царь там другому отправил вестника, и тот его наградил либо наказал. 45. И может быть, это отчасти про это, но я думаю, что еще здесь и про то, что дурной вестник, он сам по себе дурен, да, он не делает того, что он должен делать. 46. То же достаточно часто бывает, когда человеку поручают что-то, особенно если это что-то, это коммуникация с другими людьми, то если он не исполнит этого как нужно, то последствия бывают очень печальными. 47. Не считай бесчестия тому, кто отверг назидание, а тому, кто принял наставление, почет. 48. Вот смысл этих назиданий и наставлений в том, чтобы тебе было хорошо, а не просто в том, чтобы ты там отметку получил в аттестат. 48. Исполнение желания услаждает душу. И вдруг так неожиданно вторая половина, даже вот проверяю тот же самый стих. 49. Исполнение желания услаждает душу. Хуже нет для глупца, чем расстаться со злом. 49. Хм. Какая странная пара. Ну, да, понятно, если чего-то очень хотел, это получил прямо счастлив, а для глупца нельзя расстаться со злом. 50. То есть глупец зла желает. Он не может им насытиться, но вот расстаться с этим злом он тоже не в состоянии. 51. Вообще здесь про мудрость и глупость довольно много изречений. 52. С мудрецами общаясь станешь мудрее, а повелся с глупцами не минуешь беды. 53. Почему не минуешь? Очень часто притчи нам оставляют пространство для домысливания. 53. Да потому что сам поглупеешь, да, и в результате с тобой что-то плохое случится. 54. А и глупость, конечно, связана с грехом. Это не просто невысокий IQ, вот человек не очень сообразителен, да. 55. Нет, глупость в книге притчи – это некий сознательный выбор немудрости, отказ от нее. 55. За грешником ходит беда, а праведнику воздается добром. 55. В каком-то смысле комментарий к предшествующему высказыванию, да, то есть в каком смысле глупцам не миновать беды, а вот за грешником ходит беда. 55. Богатство достойного пойдет детям и внукам, а что нажил грешник – праведнику достанется. 55. Вот человек копит, копит, если он достойный человек, то он передаст своим детям и внукам. 56. А грешник таким или иным образом лишится своего наследства. 56. Правда, бывает так, что это не связано не с грехом, а с другими вещами. 57. Иногда стихи в книге притчи прямо спорят друг с другом, да. 58. Пусть и обилен урожай бедняка, беззаконие его похитит. 58. Такое грустное наблюдение. А как же праведность? А если бедняк праведен? 58. А вот не всегда это работает. К сожалению, иногда в обществе устроено все так, что сильный присваивает себе все, да. 59. И бедный человек – это человек, который не может за себя постоять. 59. Следующий стих очень любили в прежние времена, сегодня он как-то менее популярен. 59. Кому жалко розгуни, жалко сына, а кто сына любит, не забудет его вразуметь. 59. И отсюда обычно делается вывод о необходимости телесных наказаний детей. 59. Но это все-таки не совсем дети вот такие маленькие, потому что сын здесь – это скорее молодой парень, который выходит в жизнь. 60. А слово, которое мы здесь перевели как розга, в общем-то правильно перевели, это шевет, древнееврейское слово, жезл, палка и символ власти. 60. То есть родитель, который отказывается применять свою этическую власть, он на самом деле сына не любит, ему не жалко сына, потому что он его отдает во власти его каких-то дурных наклонностей, его желаний, а любовь она на самом деле требовательна. 60. Вот книга притчи скорее говорит об этом. 60. Праведник ест досыта, а в животе у нечестивых пусто. 61. Вот такая, может быть, самая-самая примитивная попытка склонить на сторону праведности. 61. Будешь вкусно и хорошо питаться, да? 62. К сожалению, не всегда так бывает. 62. Но книга притчи иногда нам обещает вот такую идеальную картинку. 63. 13 глава на этом завершается. 63. Субтитры создавал DimaTorzok